Я недавно прочитала на наших преднестровских форумах, что пропадают наши люди. Хотелось бы знать, правда это или нет. Я услышала, что ходят сухи по городу, что исчезают люди. Это говорят, что маньяк. Это правда или нет? И милиция работает над этим, понимает, что это какие-то меры насчет этого. Социальные сети в самом деле пестрят негативными заметками о работе Министерства внутренних дел, в том числе и на тему обезвести пропавших. Однако на фоне той работы, которую ежедневно проделывают милиционеры, эти кем-то проплаченные пасквили выглядят несколько жалко. Нет, люди у нас не пропадают. Совсем напротив. Сотрудники отделения по розыскной работе Главного управления уголовного розыска МВД ПМР, которым руководит один из самых опытных оперативников Сергей Мятлик, всегда находят пропавших людей и возвращают их под опеку родных. Чаще всего пропадают дети из, так сказать, неблагополучных семей. Обижаются на родителей, пускаются в путешествия или просто попадают под влияние своих товарищей и уходят из дома. Обычно таких несовершеннолетних находим в компьютерных клубах или у родственников, знакомых в других населенных пунктах. Трудно признавать такое, но зачастую взрослые ведут себя еще непредсказуемо, чем дети. У нас есть такие случаи, когда супруги поругавших уезжают к родственникам, знакомым или вообще на заработки в другую государство без предупреждения, а когда устанавливаются местонахождение, просят не сообщать родственникам о своем пребывании. Около трети пропавших – это пожилые люди, страдающие психическим расстройством или возрастной потерей памяти. Мы, конечно, их находим. Чтобы не быть голословными, обратимся к злополучному материалу, вызвавшему у наших граждан опасение о том, что в республике бесследно исчезают люди. Панфилия Кристина Владимировна найдена, была у подруги. Маковский Виктор Витальевич ушел из дома, так как родители запланировали встречи Нового года в деревне у бабушки. Гамак Владимир Иванович позвонил в милицию и своей супруге, попросив его не искать, так как начал новую жизнь. Сидоров Роман Валерьевич поссорился с женой, попросил родителей отозвать заявление о розыске. Корчебная Анастасия неоднократно убегала, нашли у подруги. Сирокова Вяра Красимировна уехала в город Кишинев к подруге, возвращаться не хочет. Хромов Сергей Анатольевич был у друзей. У Стименко Елена Владимировна была у подруги. Александров Александр Васильевич был у друзей в Незавертайловке. Секрееру Инна Викторовна нашли у подруги. Проворный Борис Борисович был у друзей, вернулся сам. Щербина Денис Михайлович поругался с родителями, уехал на заработки, звонил. Остальные по списку также найдены. И чтобы окончательно успокоить наших граждан, сообщаем, что в 2013 году было заведено 58 разыскных дел. 41 человек найден. Установлено местонахождение еще 9 человек. Трое категорически отказываются общаться с родственниками. По оставшимся пяти людям поисковые работы продолжаются. За 20 дней нового 2014 года в милицию поступило 9 заявлений о безвести пропавших. На сегодняшний день всем из них уже дома. Один человек намеревается вернуться через месяц. И еще по одному человеку уже есть информация о его местонахождении.